Я всегда предлагаю людям какие-то варианты для того, чтобы их музыка раскрылась. И в лес, и по грибы, и хоамеем, и сагитом, и каргора. Потом происходит очищение, искупление и возвращение к свету. Сереж, привет. Привет, Дим. Как ни крути, группа «Возвращение» на мой взгляд, один из таких самых ярких и качественных коллективов на такой вот андеграундной сцене, среди этнической какой-то музыки. У вас и очень много всяких народных мотивов в песнях, и инструменты очень такие вот своеобразные вы используете. А в целом, как ты относишься к народной песне, к народной музыке? С большой любовью отношусь к народной музыке. И хочу сразу сказать, что общее представление о народном искусстве у нас, как правило, очень сильно искажено. Потому что, ну, всякие телевизионные каналы сформировали такое представление, что у нас калинка-малинка, там вот это вот все... Ну, народники называют это клюквой, в простонаречии. Существует огромный пласт культуры, которая практически неизвестна, а доходит она до людей только благодаря таким подвижникам, как Сергей Старостин, например, или там ансамбль «Сирин». У каждого практически села раньше были свои песни, был свой народный костюм, были свои какие-то отличия в обрядах, во всяких танцах. И изучение вот этого всего — это очень интересная тема. Я скажу сразу, что я, конечно, этим не занимаюсь. У меня жена пела в ансамбле «Горожанин». Вот сейчас ребенок родился, просто она сейчас приостановила эту историю у Вари Кутовой. Надеюсь, что она продолжит этим заниматься. И, в общем-то, я нахватался этих знаний от нее, по большому счету. А когда появилось «Возвращение», я просто слушал такие группы, как «Калинов мост» или там «Питер Гэбриэл», там «Джентра Тау». Я понимал, что можно вот народные какие-то такие нотки вплетать, фифа-фолклорные, этнические, в современную музыку, там делать какой-то рок. И чтобы он звучал поинтереснее, можно что-то туда добавлять. И я никогда не думал, что мы вот станем таким мостиком, чтобы через нас можно будет прийти именно вот к этой культуре. А на самом деле оно так и появляется, так и получилось постепенно. То есть, слушая «Возвращение» и слушая ту же иножеланную, вообще у людей начинают возникать интересы, откуда все это берется. Начинаешь копать, искать, и оказывается, у нас вот такая есть культура. Она просто огромная, бездонная, глубокая, и оттуда можно черпать и черпать, и на всю жизнь хватит, и не повторишься. А как ты считаешь, вот современная народная песня, она вот в каком виде вообще может быть? Вообще она есть ли? Ну, народной песней считался городской романс, между прочим. То есть, все знают песню не для меня, например, да? Считается, что она народная. Но есть автор, это Девитто. И есть люди, которые писали вот эти романсы, это тоже считается народной песней. То есть, она ушла в народ, имя автора потерялось со временем. Ну, а культура осталась, песня осталась. И сейчас те люди, которые делают что-то, скажем так, оригинальное и не оторванное от какой-то вот, от своих корней, наверное, вот может быть, эти песни тоже станут когда-то со временем народными. Есть у Миши Вырина, кстати, очень много таких песен, «Медвежий угол из Казани». Тамбовский волк, я про Леха Павлова сейчас говорю, групп Сколот, у них тоже очень хорошие песни, которые вполне претендуют на это звание. Может быть, наша Маруся когда-то. Кстати, с Марусей тоже был такой прикол. На Грушинском фестивале была сцена народных песен. Нас туда позвали и сказали, типа, вы можете что-то народное спеть? И мы такие, ну, а хочется же свое попеть. Мы такие, ну, давай, Маруся, спели. И все такие, о, да, клевая народная песня. Вот так. Ну да. Сереж, насколько я знаю, группа «Возвращение» появилась после того уже, как ты отслужил в армии. И я так понимаю, что там ты познакомился с ребятами, которые играли у тебя в первом составе. Расскажи, где ты служил и как у вас все это получилось? Служил я в поселке Северный, это Подмосковье. Это конец 90-х еще, да? 94-96 год. Нам всем очень сильно повезло, что мы не уехали на первую чеченскую кампанию. И, ну, там была такая атмосфера довольно тяжелая, скажем так, и трудная в те времена. И поэтому те люди, которые что-то человеческое в себе сохранили, они взбились плотно в кучку. Мы остались друзьями на очень долгие годы. Гриша Завальный, гитарист, с которым мы проработали очень много лет. Впоследствии, ну, вот это был самый лучший подарок от вооруженных сил российских. Это была встреча с Гришей, конечно. И клавишник Леши Капитанов, который тоже играл «Возвращение». Вот мы недавно отмечали 20 лет, в китайском летчике Джао Да собирали концерт, и эти ребята выступили со мной на одной сцене. Но сейчас, конечно, от этого состава уже ничего не осталось, мы вместе не работаем, потому что музыка стала сложнее. И чтобы играть «Возвращение», сейчас нужно заниматься только музыкой, потому что любитель уже не потянет этот материал. К сожалению, так. Или к счастью. А сейчас кто у тебя играет в группе? Сейчас в группе все музыканты с высшим образованием музыкальным. То есть Никита консерваторию заканчивал, Денис Забавский Гнесенко, насколько я помню. И он дирижер ансамбля народных инструментов «Садко». Денис Забава-Лайшник, сейчас у нас на самом деле в коллективе три перкуссиониста, которые сменяют друг друга. Все знают программу, но просто они ездят в разное время на концерты, ну так получается как бы сменные. Олег Козлов, вот он единственный без образования, но он очень сильный любитель, конечно, он очень драйвовый и очень надежный человек. И играет с нами сейчас Илья Липатов. Первый концерт он отыграл в Суздале, и в общем-то у нас планы на дальнейшее с ним сотрудничество. И Липатов это с Эфти Мэджик, это именно желанное, это Евгений Маргулис в первую очередь. Сейчас вот у вас будут презентации нового альбома «Дети птиц». Детям птиц. Расскажи про эту пластинку. Вы записывали ее уже на своей студии? Да, от первой до последней минуты все, что было записано, записано здесь. И дневали, ночевали в этих стенах, собственно, многое переделывали, перезаписывали, потому что хотелось добиться какого-то результата, за который уже точно не будет стыдно. И можно сказать, что мы вот на этот раз сделали все. Потому что одна из причин, по которой я построил студию «Сова» с друзьями, со своими, была в том, что не было такого звукорежиссера, которому не приходилось доказывать, что нужно вот так сделать, мы хотим вот так. И на это уходила куча времени, нервов, сил и денег опять-таки. И вот с этой работой я уже сказал, все, надо делать свою студию, надо как-то все эти ниточки, за которые тебя держат, отрезать потихонечку и уходить в свободное плавание. И, в общем-то, на мой взгляд, это себя оправдало. То есть этот альбом ты сводил, по сути, сам? Да, я сводил. Это первый альбом, который ты сам сводил, да, по сути? Ну нет, помимо «Возвращения» тут же пишутся еще. Нет, я имею в виду из «Возвращения», то есть именно предыдущий альбом выписали на другую студию? Предыдущие альбомы, во всех предыдущих альбомах я выступал в качестве саунд-файдюсера. Да, то есть есть такой в авторском праве термин «производитель фонограммы» называется. Это тот человек, который берет на себя ответственность за запись работы с первой по последнюю ноту. То есть это не звукорежиссер. Я понимаю. Это тот человек, который решает, каким именно будет звучание, какие именно музыканты сюда придут, какие будут партии, и как это все будет складываться в общий пазл. Но опять-таки, вот как саунд-продюсер, я не смог со звукорежиссерами, с которыми мы сотрудничали, добиться именно того результата, которого я хотел. Ну, какого-то коннекта. Ну, даже дело не в коннекте. Очень много шаблонного мышления у людей, к сожалению. То, что вот так нельзя. Или вот в книжках написано так, по приборам надо вот так, чтобы была такая картинка. Ну, я говорю, ребята, давайте послушаем звук. Вот здесь не хватает низких частот. Здесь воздух ушел. Здесь какая-то пластмасса появилась в акустической гитаре. И я прекрасно знал, в общем-то, как именно работать со звуком, потому что у меня образование, собственно, связисто. И цифровая обработка сигналов, спектр и анализ — это моя специальность по диплому. Вот. И, в общем-то, не было для меня никаких сложностей освоить, в общем-то, звукорежиссуру, тем более после школы Эрика Керчана, у которого мы записывали первый альбом свой. Это очень талантливый инженер, который построил для многих известных групп студии. Но, в общем-то, он как инженер именно и известен больше, не как звукорежиссер. К нему обращаются люди для того, чтобы доработать инструменты свои под high-end. То есть там всякие вот эти серебряные штуки, гнезда там и так далее. Ну, он, конечно, обладает уникальным слухом и обладает очень таким подходом, с ним весело работать. И он очень понятно многие вещи объясняет. То есть вот эта школа его, конечно, дала мне очень много. Музыканты мои не дадут соврать, что это именно так. Сереж, а в частности в новом альбоме и вообще, насколько часто вы используете какие-то интересные этнические инструменты, может быть, необычные? Ну, у нас с Илья сундук со сказками ходячий. Ну, да, да. У него там и жилейки, и сопилки, и окарина, и, в общем-то, и пимак индейцев племени наваха, и там, чего только не встречается в его сундуке. Но это духовые все. Да, это духовые. Но на этот раз мы пригласили Чуревина Ачина. Это музыкант из Тувы. Он владеет горловым пением, притом всеми тремя его видами. И хоамеем, и сагитом, и каргора. И он еще исполнил там на ИГИЛе партию. Не путать с террористической организацией. ИГИЛа – это такая двухструнная бандура, как ее назвать на ней. В общем-то, очень прикольные такие звуки получаются, скрипучие. Вот это все в новой пластинке, да? Да, это все в новой пластинке есть. Ты знаешь, я на позапрошлом, или на прошлом, уже я запутался, о Грушинском фестивале, увидел ваше выступление с Мишей Выриным, где Миша играл на гуслях. Это электрогусля были у меня, да? Обычный гусля, просто перезадатчик там. Ну, успеезадатчиком, да. Ну, это просто вот очень меня прям, так сказать, зацепило вот в плане какой-то вот формы вот этой всей. Как бы и содержание там все было в порядке, но сама подача вот эта была, это очень прям круто была. Ну, Миша Вырин поучаствовал, конечно же, в записи этого альбома, и там есть песня «Девица», которая называется, там Миша на гуслях играет. А ты сам никогда не пробовал на гуслях играть? Пробовал. У меня был такой опыт. Саша Лугунов отмечал свой день рождения в клубе археологии, а я буквально за неделю, что ли, за две до этого неудачно покатался с дочкой и на коньках, и сломал руку. А гусли у меня висели давно просто. Ну, Сашка просил очень выступить, и, в общем-то, я взял гусли, и, в общем-то, так как рука была в одном положении, я сделал пару песен на гуслях, и запись этого концерта, кстати, осталась. Дело в том, что у меня был когда-то опыт игры на гуслях, на гуслях, я не знаю, как, правильно? Я тоже. Да. Дело в том, что один мой товарищ, он жил одно время в Суздале и приехал в Горловку, и у него оказались вот эти гусли, которые он сам там даже как-то частично делал, якобы. И он, короче, мне их подарил. По-моему, лет девяти, девяти в струнные все-таки они были, эти гусли, но я даже в нескольких альбомах еще тогда была у нас группа «Али Холеси» использовал, но я их записывал в каком ключе, то есть я просто придумывал какую-то мелодию, настраивал струны так, как мне надо было под мелодию, ну, и играл, то есть они мне были. А ты вот, если там, или Миша вот играет, то в каком это строю все делается? Как там? Ну, там, во-первых, под разные песни разный строй. То есть тоже под разные песни, то есть все там... Бывает, да, но у Миши есть какой-то строй, который для него привычен, но, честно говоря, я даже не знаю, какой. По сути, я так понимаю, что это достаточно индивидуально вот эта вся, то есть это не то, как на гитаре ты там построил, там, миссисоль, релями, грубо говоря. Ну, есть какие-то типовые решения, которые можно там на всяких, в интернете просто почитать, да, найти. Я купил эти груши, господи, я купил эти гусли на груши, по случаю, была какая-то замечательная груша, и у меня ушло очень много дисков, и, в общем, я смог себе позволить купить инструмент прямо на фестивале и его привезти домой. И он ждал своего часа, висел на стене, ну, так, чтобы его прямо освоить, я не могу сказать, я просто играю для души иногда, и сейчас у меня сын более-менее так подходит, ему три года, трям-трям. Ему нравится, как это все звучит. Я думаю, в свое время они зазвучат уже как-нибудь в полный голос. Сергей, а вот расскажи о, собственно, вашем тандеме, вашей дружбе с Мишей Выриным. Вот вы очень часто, я смотрю, на фестивалях везде, там, вот вместе выступаете, то есть я так понимаю, что у вас такая плотная движуха совместная, творческая. Сейчас не очень плотная, потому что, ну, Миша сейчас живет в Салавате, это, по-моему, 350 километров от Уфы, и, в общем-то, ему тяжело довольно выбираться куда-то, и, в общем, он переживает сейчас по этому поводу. Ну, так жизнь сложилась просто, надо ему еще какое-то время там поработать. Надеемся, что через год где-то этот проект оживет снова. Совместно ваш, да? Да, да. Ну, мы покатались, вот, когда это было, наверное, два года назад. Там Казань, Южкар-Ола, в Москве мы давали концерт. А потом началась вся эта свистопляска с коронавирусом, и тоже у нас и у возвращения-то не было концертов, жили мы на онлайн-никах исключительно. И, кстати, спасибо всем, кто помог, потому что, если бы не эти онлайн-концерты, просто не осталось бы ни студии, да и, в общем-то, есть нам было бы ничего, окровенно говоря. Да. Ну, мне кажется, что вот этот ваш проект с Мишей очень интересный, и, я думаю, очень перспективный, если вы будете продолжать, может быть, я так понимаю, что записи-то нет у вас, да? Не успели пока, но я думаю, что появится со временем. Надо просто Миша сюда перебраться, и, ну, в общем-то, здесь сам Бог велел. Здесь он записывал девицу, собственно, для нового альбома, и, в общем-то, звук этих гусли можно будет услышать на альбоме. Альбом такой получился, целая история, на самом деле, жизни. Пожалуй, впервые такая работа именно с концерта, концепции параллельного сюжета. То есть песни сложились таким образом, что первые вот две композиции — это ощущение счастья, рая, а потом происходит, скажем так, падение человека, происходит какое-то событие, какие-то события, которые связаны с болью, с человеческой, война. Ну и просто показано самое дно, по сути, куда может опуститься человек. Потом происходит очищение, искупление и возвращение к свету. То есть вот такой вот получился диск по своему, скажем так, к посылу. Надеюсь, что это будет, останется не только вот нашим, как мы задумали, наши идеи, но и зрители это тоже услышат, слушатели. Сереж, а вот очень много этнических коллективов, исполнителей, ну как-то так или иначе, я бы не сказал, пропагандируют, но смотрят в сторону, так сказать, язычества, да? То есть вот, ну как-то эта культура, так вот, она немножко переплетена. Ну как бы, как вот у тебя в этой области обстоят дела? Ну тот же Калинов мост, например, да? То есть они, если уже говорить о таких громких именах, они сначала тоже, Ревякин же позиционировал себя как там язычник, и потом он только там к христианству как-то пришел, не так давно, в общем-то, если так посмотреть. Ну мне кажется, что очень многие проходят этот путь. Я в свое время тоже интересовался язычеством, но у меня этот интерес был сугубо историческим. То есть я там книжки читал, всевозможные, начиная от пропа и заканчивая какими-то уж совсем, ну, такой литературой, сомнительного, скажем так, сомнительного достоверности. Но и, конечно, какая-то вот историческая правда, она никогда не оставляла меня равнодушным. То есть хотелось понять, откуда вообще все это, откуда берется эта музыка, откуда вообще это звучание. Когда ты просто пытаешься погрузиться в этот мир, именно с помощью литературы исторической, с помощью каких-то текстов песен, они же, кстати, многие сохранились, какие-то тексты. Но сказать с уверенностью, что это именно языческие времена были, конечно, мы не можем, потому что 12-й век, 12-й, 11-й век письменные источники, которые в первую очередь новгородские раскопы остались. А раньше все, к сожалению, до нас не дошло. То есть исторических письменных источников нет практически, к сожалению. Поэтому все, что неоязычники сейчас говорят о каких-то... Велесовой книге? Да, Велесовой книге, да. Это не подтверждено, конечно, археология, никакой наука. И эти люди просто находят для себя какой-то путь для того, чтобы... Ну, по сути, это их вера, да. Я к с уважением отношусь, в общем-то, к любому вероисповеданию, если оно не разрушительное. Среди этих людей есть, как бы, очень много друзей у меня и, в общем-то, надежных людей. Вот, например, группа Баянов «Гимн» есть замечательная, которая писалась в этой студии. Кстати, у них вышел небольшой альбом, как сейчас можно говорить, EP. И у них нет никакой агрессии, ничего. А вот бывают коллективы, которые сеют вражду, типа вот мы там не будем общаться с христианами, вот эти неправильные люди и так далее. Такие люди мне, конечно, неприятны. Ну, ты сам больше христианин или... Я христианин. Я христианин, правда, захожанин, скажем так. Есть такое слово, захожанин, да? Ну, то есть нельзя сказать, что я постоянно хожу на службы, то есть, в общем-то, причащаюсь, исповедуюсь. Это случается редко, к сожалению. Ну, может, сын подрастет, сейчас будет полегче. И в этом плане наводится все. Сереж, скажи, вот за 20 лет группы «Возвращение» вы пробовали работать с какими-то продюсерами, лейблами, как-то вывести свою музыку на какой-то коммерческий уровень серьезный? Так у нас же все альбомы практически номерные. У нас первый диск — это было издание «Ари Рекордс» Саши Елен, продюсер «Ари», который писал еще все тексты героя «Асфальта». Он в свое время заметил этот диск. Это была очень смешная история. Я пришел такой в очках, в пластмассовых. В общем-то, за имиджем я не следил тогда совсем. Пришел я в «Мистерию звука» в таком пуховике китайском, в общем, нелепый такой, как медведь. Говорю, я вот диск принес, кому тут можно отдать послушать? Ну, и открылась дверь, там такой был человек Никита, он оказался генеральным продюсером «Мистерия». Говорит, ну, заходи, давай, говорит, послушаем. Поставил этот диск, сказал, ну, говорит, я не знаю, как деньги из этого делают, но я, говорит, знаю, кто знает. Набрал телефон, ответил Саше Елен, сказал, вот, приедет к тебе человек, говорит, это твое. Ну, я поехал, встретился с Сашей, он послушал диск, говорит, да, говорит, издадим, круто все, клево. Но надо сказать, что все рекорд-вейблы, с которыми мне довелось сталкиваться, они не занимаются раскруткой артистов, они не занимаются популяризацией этой музыки, они занимаются зарабатыванием денег на этой музыке, и денег для рекорд-вейбла, а не для артиста. К сожалению, у нас в России такой подход. То есть, если вы хотите заниматься музыкой профессионально, то занимайтесь ей сами. То есть, притом для этого сейчас есть все инструменты, там, СММ, интернет. К сожалению, когда выходил вверх в течение, интернета еще как такового не было в широком таком распространении. Это был 2002 год, когда мы подписывали договор об издании. И мы проворонили, в общем-то, этот момент. Если бы были знания хотя бы, как это все раскручивать, куда ехать, в какие города, там, какое-то упорство было, и хватило смелости, наверное, просто взять отказаться от работы и заняться музыкой, может быть, у нас бы все получилось тогда еще. Но мы этого не сделали, потому что не знали, как, и никто нам не подсказал. И группа фактически развалилась. И, в общем-то, мы ожили только году к 2007-му, когда с Никитой и Алешином записали альбом «Карусель». Он такой любительский получился совсем, его по звуку слушать практически невозможно, но там такие очень содержательные песни, которые до сих пор люди поют, на квартирниках просят спеть, иногда по кострам на фестивалях слышишь, проходишь мимо, то, что кто-то поет песни с этого альбома. А дальше уже пошло по нарастающей. Была студия Шапилева, альбом «Непрошедшее время», и мы вышли на издательство «Sketies Music». Но, опять-таки, «Sketies Music» мы сотрудничаем с Марсимом Еременко, потому что он сохранил культуру издания дисков. То есть, один из немногих. Это всегда классные тиражи, хорошая полиграфия. У него есть своя небольшая площадка, но он тоже не занимается раскруткой коллективов. Это, в общем-то, не его задача. Его задача вот как-то... Он издатель. Просто издатель. На данный момент в группе «Возвращение», я так понимаю, все музыканты еще задействованы на каких-то других работах, да? Это не основной доход и не основной источник действия? Ну, кроме меня, естественно. Ну, понятно, да. Ну, Денис Забавский, дирижер оркестра «Садко» «Народных инструментов». Плюс у него еще есть такой проект «Фесторкестр». Он там собрал молодежь такую талантливую. Они взяли гран-при фестиваля в Праге. И еще несколько европейских фестивалей покорили с этим проектом. У Никиты огромное количество каких-то проектов, связанных и с джазом, и с каверами. Это басист наш. Илья Кудряшов занимается преподаванием. Ну, иногда кому-то там, как сессионный музыкант, помогает записывать этнические инструменты. Но основной коллектив у него в возвращении все-таки. Вот. Олежек Козлов работает и с Гришей Данским, и, по-моему... А, и с Сашей Лугуновым, может, и кто-то еще у него, по-моему. Был в железнодорожном какой-то коллективе, я не помню. В общем, так. Сереж, а вот ты достаточно часто бываешь на различных фестивалях и авторской песне, и не только, и этнического плана. Вообще, какие-то были знаковые фестивали в твоей жизни? И я так понимаю, что какое-то время назад, ну, когда ты начинал, ты участвовал в качестве, там, конкурсанта, там, и занимал какие-то места, там, всякие дипломы, лауреатства и так далее. Какие-то вот самые основные? В 2003 год фестиваль «Рок держава» мы играли на одной сцене с Шевчуком в Горбушке, в легендарной. Это было уже второй раз, кстати. А самый первый знаковый, это был феста с 2001 года, московский, и это было первое выступление на Горбушке. Там был Легион, Оргия Праведников, еще кто-то. В общем, мы там стали лауреатами. И это был, конечно, электрический концерт, там, с барабанами, все вот эти вот, и огромное количество народу. В общем, до сих пор все это помню. Ну, а потом Груша. Грушинский 2009 года, по-моему, когда мы стали лауреатами с Ильей. И потом платформы, на которые мы ездили уже гостями, и лет шесть мы подряд выступали на горе. Но потом, после раскола, это все сошло на нет. Я вот ездил на Грушинский, когда даты разнесли из-за чемпионата мира по футболу. Удовольствием повыступать много. А ну, собственно, это как раз и было, в общем-то. Мы там с тобой пересеклись. Надеюсь, все-таки побываю там и с новым диском. Как-нибудь, может быть, сложится. Куликово поле очень хороший фестиваль. Я там тоже много лет сидел и в жюри работал, и выступал там и с коллективом, и дуэтом с Ильей мы ездили, и сольно. Это, естественно, наверное, самое живое, что осталось. Потому что мастерская дает возможность пообщаться непосредственно людям, которые только начали заниматься этим. Молодые приходят ребята. Они просто им неоткуда узнать, что такое хорошо и что такое плохо. То есть любой конкурс – это всегда какая-то игра, в которой есть правила. Ты их либо принимаешь, либо нет. Ты смотришь, кто сидит в жюри, и понимаешь, пойдешь ты к этим людям в конкурс или нет. Интересно тебе их мнение или нет. Доверяешь ты им или нет. И когда люди действительно идут не просто там спел и ушел, а когда приходят и хотят поговорить о том, собственно, что вы услышали в моих песнях, задают вопросы конкретные, это всегда какая-то такая обратная связь. И это очень важно. Потому что если бы, например, не Алексей Дидуров, которому я попал в Кабаре, я бы не был, наверное, Сергеем Канунниковым, которого знает моя аудитория. И очень важно найти всегда того человека, который сможет правильно и корректно направить в нужную сторону, указать на ошибки и не отбить охоту этим заниматься. Пожалуй, это самая живая ниша сейчас, которая осталась. Потому что представь себе, что у тебя коллектив, тебе нужно сделать гастрольный тур по России. Ну, собственно, он у тебя есть, и ты этим занимаешься. Я могу сказать, что все люди, которые организаторы на местах, они все очень разные. У них там разные политические взгляды, у них разные отношения к музыке, но они все так или иначе относятся к этой нише. Потому что маленькие залы, иногда какие-то даже квартирники, иногда просто какие-то экстравагантные места, в которых проходят эти мероприятия, и других площадок у нас нет. Потому что, чтобы собрать там 300-400 человек где-нибудь там, я не знаю, в Нижнем Новгороде, нужна совершенно другая реклама. Это все-таки нужен телевизор до сих пор, нужно радио до сих пор, а туда никому из наших пока ходу нет. И для меня это удивительно, что нету там... Ну и про возвращение я промолчу и скромности, но для меня непонятно, почему там нет ни Желанной, ни Медвежьего угла, ни того же Старостина. Это представить себе, например, что в Испании нету на радио Пако де Луси, дорогие друзья. То есть свою культуру мы не любим, не ценим, а вместо нее как бы запихиваем людям в голову суррогаты, которые просто уже не перевариваемые никем. У меня из моих друзей ни у кого больше дома нет телевизора. Просто. Это правда. Сереж, а вот ты говорил про Алексея Дидурова, а был ли ты как-то связан с таким движением, как «Дождь»? Ну, с Димой студионом, конечно. И выступали много раз. И, в общем-то... Что это было очень такое популярное движение. И до сих пор я там иногда появляюсь. Оно было популярное, притом где-то года, наверное, до 2003-го. Потом все сошло на нет. И, в общем-то, я думаю, что Дима тут сам виноват, как организатор, потому что с тем же составом, с теми же исполнителями другие организаторы собирают огромные аудитории. И, в общем-то, ну, представить себе, что там Вдовин собирает огромные залы, и если он выступал там на «Дождь» фестивале, там несчастных 15-20 человек сидел в этом клубе «Факел», значит, что-то не так в организации. Ну, Диме из уважения к его заслугам прошлых лет я до сих пор помогаю, иногда участвую в его мероприятиях, если он зовет. Ну, надеюсь, что он найдет все-таки какой-то ключ к пониманию ситуации верный, и что-то у себя сможет исправить. Я думаю, ты знаешь, многие так или иначе, может быть, сравнивали вас или проводили какие-то аналогии с группой «Калинов мост». Я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Лично я вижу какие-то, ну, в хорошем смысле отсылки к этому коллективу. Как ты вообще относишься к творчеству Дмитрия Ревякина, к современному его творчеству? Вообще следишь ли за? Ты знаешь, я давно пришел к выводу, что сравнивают с тем коллективом, который любят больше всего. То есть я чего только не наслушался. Вы похожи на Короля Шут, вы похожи на Алису, вы похожи на кино, вы похожи на Сергея Калугина. Ну, в общем, я очень рад, что мы на всех этих достойных людей похожи чем-то. Есть у нас что-то общее, ну, по крайней мере, руки-ноги-голова. Играем мы тоже на музыкальных инструментах. Ну, Ревякин, в первую очередь, это поэзия образов. Он символист, по большому счету. А у меня все-таки песни, они более-менее сюжетные. И с точки зрения поэзии, конечно, мы, в общем-то, пользуемся разными языковыми инструментами. А если говорить о музыке, ну, по составу, да, есть какая-то схожесть. Но, опять-таки, у нас все-таки больше этники, чем у Калиного моста сейчас. Раньше, вот где-то года до 2008-го, схожесть по звучанию была в коллективе. Но, опять-таки, мы были жестче, чем Калинов мост в тот период, если так вот сравнивать. У меня были некоторые вокальные такие отсылы к творчеству Димы Ревякина, да, то есть, может быть, как что-то в манере, но я постарался от этого избавиться, откровенно говоря, потому что я сам понимал, что вторичность, она в творчестве не нужна. Сереж, а по сути, я так понимаю, что сама студия появилась около года назад у вас, да? Да. И мы потихонечку, помаленечку обзаводимся всякими новыми примочками, скажем так. И буквально неделю назад мы уже получили оборудование, которое позволит нам здесь, во-первых, осуществлять запись репетиций по канальному полностью с отдельным ушным мониторингом для каждого. Мы можем писать и микс, и при этом одновременно мы можем делать онлайн-трансляцию. У нас есть как бы две веб-камеры Full HD для этого. Достаточно человеку просто дать данные своего рестрим-аккаунта, и, в общем-то, мы можем картинку выдать и звук, собственно, с пульта отправить непосредственно в трансляцию. Ну и, в общем, самое главное, что можно разделить басиста и барабанщика, басиста, в операторской, с комбиком, и, в общем-то, одновременно писать ритм-секцию. И, конечно, живой концерт полностью можно отсюда. Пять музыкантов, одновременно звучащих, казалось бы, в условиях вот этих маленьких относительно помещений у нас тут всего 37 квадратов. Но, тем не менее, мы достигли по технике, решили эту задачу, и теперь можно любой коллектив, который просто придет репетировать, допустим, мы можем его записать. Но вы же, по сути, здесь делали какие-то небольшие свои концерты уже. Да, да, но это были такие пробные камни, скажем так, пробные шары. Мы выявили кучу недостатков, естественно, и сейчас их, в общем-то, закрыли, слава богу. А насколько ты, в общем, музыкально разносторонний человек? Ну, сложно сказать. Сейчас я понимаю, что, наверное, разносторонний, потому что люди, которые приходят сюда с абсолютно разным материалом на студию САЛА, начиная от эстрады, просто записать что-то там для себя, для дома, для семьи, для корпоратива, условно говоря, и заканчивая. Вот Настя Шугалей тут с гуслями приходила тоже. Я понимаю, что я знаю, как записать и ту музыку, и такую музыку, что подсказать человеку. И мы всегда находим здесь общий язык. Потому что, ну, как звукорежиссер, я считаю, что главное это не то, какой у тебя микрофон стоит, и, в общем-то, не то, какой у тебя пульт. А главное это выцепить из человека ту эмоцию, которая должна в этой песне присутствовать. Потому что, когда ты приходишь на студию, у тебя сразу ага, сейчас запись, там деньги капают и так далее. Люди очень часто замыкаются. Очень сложно из себя вытащить вот именно ту искреннюю, настоящую эмоцию. И человека надо раскачать. И, в общем-то, весь русский рок — это просто подтверждение на самом деле этой теории. Потому что послушай старые альбомы, которые стали самыми популярными, там, начиная там от ДДТ и заканчивая Егором Летовым. Там вообще говорить о звуке просто смешно. Потому что тогда была другая техника. И то, что распространялось там на этих катушках, на пластинках, на костях, там просто для современного музыканта, это вообще не звук. А эта музыка работала. Она вызывала эмоции. Она вызывала настоящее счастье у людей. И вот ты обставься здесь, я не знаю, поставь 8 микрофонов. Нойман вокруг там, я не знаю. И сделай там все что угодно. Там серебро в шелке кто-то там эти провода крутит, хайанщики. Там доходит до того, что Дим Товарищ сделал себе сетевую вилку серебряную, типа, чтобы у него звук вот для компьютера, для системного блока. Вот. Ну, то есть всякие бывают такие ухухонюшки у звукорежиссеров, которых я насмотрелся в разных местах. Вот. Мы здесь этим не занимаемся. У нас здесь просто есть собраны качественные звуковые тракты для любого типа инструмента. и это все довольно минималистично сделано. Но мы стараемся делать так, чтобы человек не зацикливался на, собственно, какой там у него провод, какой у него инструмент, а выдал эту эмоцию. Ну и, собственно, оно так и работает. И, ну, я не знаю. Был очень смешной момент. Мне Леша Марфин рассказал. Это человек, который давно занимается продажами музыкального оборудования, у него, в общем-то, есть фирма по прокату дружественная, с которой он тоже так плотно сотрудничает. Он ездил на конференцию звукорежиссеров в Самару. Это было пару лет назад. И туда привезли оборудование, пульты, всякие там, CL5-й Yamaha, в общем, то, что стоит за полтора миллиона и больше. И, собственно, привезли XR-18 Behringer. Вот такой, который там у нас стоит. Простенький пульт, короче. Да, да, да. И, в общем, много было разного оборудования. Там и Майдосы, в общем, полная линейка. Один из самых крупных форумов звукорежиссерских. И сделали тест. Вот, собственно, давайте будем отличать, собственно, на каком пульте сведен этот микс. И никто из тестовой группы, в общем-то, не угадал, собственно, на производителя и не отличил по качеству результат. А это говорит о том, что техника, она на самом деле выросла очень сильно. И даже все компании, которые производили дешевое оборудование, тот же Behringer, они сейчас стали делать очень хорошие, добрые железяки, с которыми можно дружить и добиваться очень много всего хорошего. То есть, ну, какой бы у тебя микрофон ни стоял, там, я не знаю, сейчас любой может дома записать какой-то хороший сигнал и, в общем-то, сделать с ним что-то. Но для меня очень важно, чтобы человек рос в процессе записи. Это безусловно. То есть, как бы, вот ты пришел с этим уровнем, с каким-то со своим, надо что-то добавить, надо какую-то краску, эмоцию это вытащить, опять-таки вернусь. И самое главное, привнести что-то новое в свое творчество. Вот ты записывал гитару вот так, вот здесь дабл-трек запиши, а вот здесь голос второй. А вот здесь можно позицию поменять, и у тебя тогда этот звук раскроется вот так. Здесь можно, как бы, пэт добавить в твою, там, акустику, а в электронику в твою, наоборот, можно живое что-то подмешать, там, и так далее. То есть, мы всегда, я всегда предлагаю людям какие-то варианты для того, чтобы их музыка раскрылась. Есть какой-то у тебя, может быть, знаешь, такой профессиональный секрет, как звукорежиссера, как раскрыть человека, вот что надо сделать? Улыбнуться. Сергей, а скажи, насколько ты в целом привязан к городской жизни? То есть, у тебя в песнях, там, достаточно много образов различных, там, грубо говоря, там, тропы, ветви, то есть, вот эти вот, да, всякие, такая тема. Тебе никогда не хотелось свалить куда-то, в какую-нибудь там деревню, деревню, лес? Я периодически и сваливаю, и в лес, и по грибы, и, в общем-то, как только какая-нибудь гастроль намечается, у меня уже кандреналинчик такой радостный. Я люблю все эти путешествия, мы с женой ходили и по Карелии, и, в общем-то, Мещерские озера я в свое время хорошо так протоптал, на веслах, наверное, не протоптал, расплескал воды немало там, скажем так. Свой дом, наверное, да, это мечта где-то, ну, пока она кажется недостижимой, но, может быть, когда-нибудь, когда группа «Возвращение» станет мегапопулярной, я его построю. Вот, да, так. Пока как есть, короче. Пока как есть, да. Сереж, спасибо огромное, желаю успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok